Девушки отдыхают Павлович возглавлял А я еще не иллюстрировал? Пока нет Недоработка Да Недоработка То, что вас не иллюстрировали, это не ваши достижения Да Доработка Сейчас Закамы Эти информации Прикор Закамы Слышу, слышу, запах. Спасибо, Ольга, мы с вами посеем. У меня медики есть. Синий, посевай. Синий, посевай. Синий, посевай. Синий, посевай. Синий, посевай. можно документы у вас запишу оба что давайте кто там следующий вот что-то выпало молодец что там следующий улыбниками тут как раз сразу может не знаю но вот а вот он его и это все нужно это полчаса вечером мы продолжим все отдать хорошо добро давать хорошо добро в том что мы давай ну что я думаю что можете представиться мне представляться не надо очень хорошо знаю очень хорошо очень хорошо очень хорошо знаете прекрасно слово повторять разыскивали очень долго в курсе и почему поэтому давайте депутат городского совета я не тот орган который вас разыскивает потому что на органы прокуратуры не возложены функции розыска которые пропали без вести либо которые скрываются я этим не занимаюсь поэтому ваши доводы о том что я вас разыскивал они соответствуют объективной действительности ну зато есть доводы и объективная действительность о том что как фабриковали часть 4 191 вместе с прокурором который находится здесь в вашем здании хорошо я могу ответить присутствующим хотя мы еще не познакомились на данный вопрос давайте для начала я могу ответить скажем для чего они сюда собрались я не хочу слушать ваше объяснение по причине того что завис в воздухе и вы хотите чтобы я дал на него либо вы хотите продекларировать какую-то ситуацию и не даете мне возможности в этом кабинете высказать свою точку зрения либо свою позицию тогда у нас ну как-то не совсем объективно у которого у нас есть претензии работе у вас аренда 24 числа если последний изложили мы здесь примерно вот так коротко с подписями и со всем остальным ознакомьтесь и очень интересно знакомитесь продолжим ну согласно конституции Украины у воинской прокуратуры это требование державного обунувачения в суде або державы в суде в суде получается к вам обращаемся чтобы вы как прокуратура разрешили законник городским советом в частности законам управления информации граждан дальше наш городской совет не является прозрачным не публикуют проекты решения проекты бюджета в том числе не публикуют за 20 дней вообще никакой информации что они собираются принимать более того они допускают граждан любые граждане независимые от того это харьковчане или нет до сессии городского совета хотя по закону Украины о местном управлении там поправка была внесена в мае месяце обязаны это делать дальше о законе Украины опять же таки доступ к публичной информации плюс статут Харькова тоже определяет что любой гражданин имеет право заходить на сессию городского совета мы понимаем что ситуация такая сложилась что депутаты которые вообще что-то хотят и в чем-то разбираются и пытаются что-то сделать ну такие как Маринин там единицы поэтому граждане уже сами ну это не политическая какая-то идея попасть на этот горсовет выборов сейчас нету более того это уже не первый раз это еще с летом мы начинали туда ходить это уже была четвертая попытка мы подали в прокуратуру заявление на действия милиции о том что они препятствовали нам попасть на сессию не представлялись нарушали закон о милиции статью 5 то есть никто из милиционеров нам так и не приставился хотя руководители просто прятали руководители прятали да само помещение обыкновенно это называется включали дурака на самом помещении находились неопознанные люди которые тоже не предъявляли документы на просьбу мы обращались вот юра как раз попал и кто то еще один человек и дима попал в зал в костя они попали в само помещение и когда просили представиться этих людей в присутствии полковник кто был в милиции ну это ну именно так было моряков моряков в присутствии его мы просили представиться этих людей либо объяснить причину почему они не ну как бы они по гражданке были одеты не допускают нас в зал сесть если я прошу прощения нам в нашей беседе понадобится еще один человек это мой заместитель хорошо ну и суть вопроса в том что вот а где Бандаленко Александр можно продолжать подождать да нет его нет смотрите значит нас тревожит вопрос то что ну вообще городская власть она находится как бы в каком-то отдельном мире от народа где проживают в этом городе они грубо нарушают законы Украины и отмахиваются регламентом городского совета который грубо нарушает три статьи три и три закона Украины то есть этот регламент был был принят в 2007 году он так до сих пор еще не изменен мы обращались официально еще в 2012 году когда не было законов на доступе к кубичной информации чтобы поменять потому что он еще тогда не соответствовал сейчас он тем более не соответствует значит в части двух частей первая это они говорят что приглашенные люди либо обычные граждане Украины должны писать заявление за 48 часов до сессии и таким образом как бы оповещать хотя это не предусмотрено ни одним законом Украины если вы знаете в Киеве уже давным-давно любой гражданин может попасть на Киевский городской совет и второе ограниченное место количество мест в зале что тоже грубо нарушает закон Украины так как ну любой вам мэр скажет тот же Ройсман когда у них была сессия по распределению земли то в зал не помещались все люди они перенесли это в ДК куда все поместились то есть это не проблема людей что не хватает места в зале следующий момент ну мы уже говорили об этом кроме того что нас туда не допускают общественности и громадин согласно закону Украины городской совет мэрия должны публиковать все на сайте у себя и только после опубликования любое решение вступает в силу то есть никто не публикует эти решения да более того проекты решений тоже не публикуют то есть после каждой сессии мы наблюдаем уже 33 34 35 36 куда мы пытаемся точнее дойти никто не публикует ни проекты решений за 20 дней ни решения городского совета да получается таким образом что мы сейчас даже не знаем что находится в коммунальной собственности города какие у нас долги какой у нас бюджет вообще цифры эти никому не известны то есть ну на сайте ничего этого нету значит это второе доступ людей до сессии городского совета второе решение городского совета и мы как раз публикуем и пишем вам заявление о том что мы просим прокуратуру принять участие ну и разобраться в действиях городского совета ну и конкретно мы привели здесь статью про миссера самовредования что сессия рады проводить согласно с обеспечением права кожного будет рассудим на них ну и так далее и так далее по тексту этого не было сделано ну они основываются опять же таки на неправомерное регламент и последний момент который мы хотели бы сказать что мы конечно же понимаем что такая ситуация в стране мы хотели бы быть партнерами любых органов власти и помогать и указывать на те моменты которые допустим сегодня раздражают не только общество но и всю ситуацию в стране ну буквально перед этим когда собирались ну мы с уважением относимся ко всем органам власти понятно что сегодня общество у нас более радикальное чем было год назад и на сегодняшний день я думаю что никому не секрет ну такие разговоры ведутся о третьих майданах как раз вот эта закрытость власти не 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 происходит ну нет смены смены системы да остается система та же даже ситуация не меняется даже ситуация не меняется в городе вы знаете что у нас вот вчера волновахи убили 12 человек да и на сегодняшний день мы думаем вообще проводить воскресенье а и такой немаловажный факт тоже хотели бы подчеркнуть что в ту же ночь когда мы пытались попасть на сессию городского совета у одного из наших активистов славика подорвали да мы конечно я еще прошу прощения чтобы наш еще я хочу пригласить одного нашего специалиста никак этого не хотят полностью дать нет мы просто вы же не знали что вы дима это хорошо что вы не знаете дима забыли сейчас что хорошо забыли добавить есть уже 20 декабря забыли добавить сейчас я добавлю секунду находятся в судах они поддерживают государственное обвинение в 9 суда города Харьков поэтому у нас нет городского единого суда по Харькову поэтому они некоторые находятся в отделе милиции у нас сейчас очень серьезно идет работа по установлению у нас есть обувь вы его наверное знаете да вчера я до ночи готовил поведомление про педозру по преступлениям против совершенным им преступлениям на целостность государства сегодня наши сотрудники предъявляют ему мы должны на этой неделе дело закончить направить это вот это великая единая русь или как называется это общественная организация который по иску прокурора города Харькова была прекращена деятельность судьбе поэтому тот факт что некоторых наших сотрудников нет рабочей миссии это не значит нет мы понимаем наташь пожалуйста стульчик чуть правее от того меня прикрываясь зарегистрировано регистрирована и ею у кого шестьдесят два года это но действующего закон исход то что это общественная вот еще я хотел таки продолжить то есть на самом деле то что тема как бы что идет радикализация общества и виной мы считаем то есть как бы можем с вами как бы посудить поспорить на эту тему то что вот опять же власть милиция то есть они радикализируют они включают дурака вот с чего начался майдан включили дурака дальше потом это запрос в управление юстиции как организация общественная либо какая-либо другая не коммерчество новиков олег имею кстати бывший сотрудник департамента жилищного хозяйства не важно он может там на работе если предположите да я добавлю сразу по вот этому письму тут еще обращение в том числе это общественной организации в которых я тоже подписался есть мое депутатское обращение тоже на ту же самую тему практически и дима упустил что на сессию были внесены в течение 12 часов внесены там порядка двадцати вопросов двадцать один или двадцать три вопроса мы сейчас конкретно выясним дима конкретно да дима я видел интервью и мы выясним говорим о чем мы говорим о том что эти вопросы не были рассмотрены на постоянных комиссиях они появились ночью то есть они были значит в повестку дня внесены с нарушением процедуры поэтому мы считаем что эти вопросы они просто автоматически должны решение по ним причем одни из них там некоторые вопросы являются отчуждением собственности отчуждением цераприватизации приватизация собственности коммунальной и 37 и об этом грозная громада вообще не знала не слышала об этом не знали не слышали депутаты и сразу же хотим вас предупредить о том что бюджет который будет приниматься на этой сессии его нет отговора его не было я как депутат городского совета его в глаза не видел когда позвонил заместитель мэра Таукешевой и задал ей вопрос есть ли бюджет когда мы будем его рассматривать я вам могу сказать она мне ответила следующее почему это интересует то есть меня депутата Марина почему интересует когда будет бюджет для рассмотрения поэтому мы вам тоже хотим в этом предупредить как прокурора города что этот бюджет если он будет принят он будет принят незаконно и если будут заявления со стороны городского головы что мы якобы мешаем принятию бюджета и хоть хотим оставить город без бюджета мы его сразу предупреждаем мы готовы все общественные организации и все депутаты то есть я говорю только за себя проголосовать за бюджет если он будет принят с соответствующей прохождением соответствующих процентов я в маленькую реплику я далек от работы органа местного самоуправления и поясню почему еще есть милиция в органах милиции недалек но тоже есть сейчас определенные нюансы ну вот конкретно по действиям милиции хорошо давайте можно я закончу общего по поводу милиции всего понятно да вы наверное где-то далек где-то ближе ну как бы с точки зрения я понимаю вы можете повлиять на что-то не может я все дальше это мы можем понимать вот так как вы с каждым днем все дальше и дальше вот этих процессов как только ну не будем говорить в актом прокурора вообще вот как только вот эти всего органы там нагляду там еще вот эти милиции как только не отдаляются этих процессов это сразу автоматически заполняется радикализмом народа то есть общество именно радикализируется потому не потому что нам хочется кому-то морду набить кому-то яйцами забросать а потому что мы не видим в принципе мы же не только к вам это письмо мы их будем в суды подавать то есть все мы делаем мы все как бы людей которые как-то далеко близко влияют могут повлиять на ситуацию ребята делайте все что можете все что можно что нельзя для того чтобы вот город оставался спокойным то есть опять же по 24 никто не планировал никого никуда бросать вот я не знаю кто планировал мы просто планировали зайти именно из-за того что милиция включила дурака вот начинается вот и просто вот вот очень по-наглому включила я же еще раз говорю я видел видео ну просто вот понимаете вот когда вот янукович там не сдали никого уборщицу не сдали они думали о них защитят на самом деле янукович сейчас в международном розыске никто их не защитил вот они держались прикрывали как-то своих они их не защитили защитить можем только мы если мы видим что человек государственный муж государственный деятель там неважно на каком посту он отставит интересы громады мы до последнего мы встанем как один до последнего будем держать но то же самое будет происходить если мы это видим что не делается не происходит дальше еще мы знаем допустим что вот по этому заявлению ваша реакция должна быть в течение 10 дней по нашему по громадян 30 дней большая как бы ну просьба совет не знаю что не тянуть это вот до 29 дня я предлагаю совместно решать вот эти все задачи начиная с принятия заявления я объясню сейчас свою позицию и должен понимать что я например ну давайте я прежде чем я начну вот это все комментировать есть еще какие-то есть еще смотрите это было 24 числа сегодня на дворе 4 очень интересно что делала прокуратура все это в отношении госсовета были ли какие-то действия судебные по скажем тому же смотивам баку по недоку рассказать про прокуратуру какие-либо действия приняла мне это прямопытно кроме как милиция она возбудила с этими бумажками и пытаями просто милиция ладно милиция возбудила уголовное дело по факту статья хулиганство массовое хулиганство и вызывали всех нас это был какой-то отдел нас всех повызывали у меня чуть-то не дошло очередь и допрашивали и говорили кто был организатором кто это вообще делал организаторов как таковых не было были инициаторы люди которые сам процесс опять же таки подчеркнул что никто никого не планировал никуда кидать мы против речи не было вообще то есть люди опять идет деликализация люди сами видят мы понимаем ну а что делать мы их не можем и честно не очень хочется вот не очень хочется останавливаться нам сегодня мы прекрасно все сегодня понимаем что делает конкретно господин он своими руками сегодня радикализует почему потому что он сегодня приглашает якобы в числе приглашенных я видел в зале городского совета вы там встречались совершенно людей которые вы прекрасно это знаете людей которые там не должны быть почему они там оказались в числе гостей это непонятно и поэтому мы прекрасно понимаем о том что сегодня кернесу удобно рассказать о том что вот эти люди сидящие возле меня являются какой-то деструктивной силой никто даже не извиняюсь хотя люди спокойно взошли вдвоем со мной два человека Юра и еще один константин и люди которые назвали себя коммунальным предприятием муниципальная охрана я попросил их показать удостоверение они сразу начали отворачиваться прятать лица у меня есть фото оно просто ну не очень четкое но вот они сбивали у меня просто в камуфляже и тут даже английские флаги тут видно что секонд-хенд английские флаги на камуфляже не позволяют но вы как вы говорите вы далеке от городского совета зачем вы ходите в зал городского совета в чем там делать если вы далеке от городского совета вы не имеете никакого влияния на городской совет спасибо пожалуйста Можно еще один момент? Вы говорите далеки, а ранее, помните, Городородский совет принимал решение о том, чтобы русскому языку дать статус официального, то прокурор города тогда внес протест и в судебном порядке принял, было отменено данное решение. А что вам сейчас мешает внести протест в судебном порядке по поводу регламента Горсовета? Закон о прокуратуре. Первое слово. Мы, наверное, его не читаем. Мы, наверное, его не читаем. То есть он очень сильно... Я не читаю. Нет, ну нормально, да. Ваша полномочия... Понятно. А кто сейчас тогда... Да, короче, кому идти? Заниматься. Кому идти? Да. Или брать яйца с магией и сиреном гонитом на улице. Теперь мы потихонечку будем отвечать на вопросы, которые возникли в нашем бизнесе. Честно хочу сказать, положа руку на сердце, не хотелось бы поднимать эту тему, но не я ее поднял. Поднял, уважаемый наш депутат Маринин, по поводу уголовного дела. Я не буду говорить о сути и содержании его. Во-первых, я не имею на это права, потому что существует тайна следствия. Я могу только лишь прокомментировать некоторые моменты, потому что я сегодня утром смотрел интервью «Женские истории» или как называется, Анна Симоненко. Я просмотрел бы вчерашний и так далее. Честно хочу сказать, конечно, обида у меня есть за ту необъективную оценку, которая звучит в некоторых телеэфирах. Но мы привыкли, скажем так, необоснованной и необъективной критике, поэтому читаем, анализируем всю информацию, которую поступает в средства массовой информации. Что касается конкретного уголовного дела, я только дам общие черты, как оно рождалось. КРУ Харьковской области, к которому я, как прокурор города, не имею ни малейшего отношения. И это орган областного подчинения, который напрямую подчиняется... Курсинам, которого я помогал. Ой, я даже не помню. Тогда, наверное, был еще другой руководитель этого КРУ. КРУ Харьковской области, проверяя жилкомсервис, находит нарушение финансово-хозяйственных деятелей. КРУ инициаторов. Направляет материалы в УБОП Харьковской области. Я за УБОПом не надзираю, не провожу с ними никаких следственных оперативных действий. УБОП Харьковской области собирает материал досудебного расследования по старому УПК. И передает дела УВД города. Я не влияю на этот процесс УВД города. Харькова возбудила уголовное дело и его расследовала. По нормам УПК, поведомление о пропедозру депутату городского совета должен подписать лично прокурор Харьковской области. Что он и сделал в рамках того уголовного отдела, который расследует УВД города Харькова. Почему не городской области? Почему не городской области? Депутат городскому совету, сельскому совету, любому депутату совета. По уведомлению о пропедозру подписывает прокурор Харьковской области. Прокурор Харьковской области подписал, дело ушло в суд. Во всех телеканалах. Газета День Киевская, я читал там комментарии. Там везде написано, что будем говорить, инициатор, организатор и исполнитель. Исполнитель, так написано в комментариях, этого уголовного отдела, является пополчим. Я юрист или работник прокуратуры с 25-летним стажем, я могу вам сказать, что процессуально я был далек от этого уголовного. Вот нигде интервью не было прокурор Харьковской области поведомлений в пропедозру. Прокурор Харьковской области своим подписям подписал это такое. Нигде не было. Это не мои полномочия. Я еще раз говорю, круг области это не мое. Убор области это не мое. Прокурор области это тоже мое. Поэтому я нахожусь на не только ступеньку, на площадку ниже этой ситуации. Я не вдаюсь в детали, в подробности и так далее. Единственное, что я могу еще заверить, потому что ни у одного сотрудника милиции, по моему мнению, не было попыток, ни то что планов, даже в мысли не было. Не было выносить или избирать меру пресечения содержания под стражей, потому что законом строго-настрого запрещено по делам экономической направленности. Оно имеет в виду экономический ущерб причинен городскому бюджету. По мнению КРУ, избирать меру пресечения содержания под стражей. Потом я вам официально заявляю, камера, сколько угодно, хоть 3D изображение о том, что, что касается мер пресечения, не было даже инициативы. С этой инициативой выходит след. Не прокурор города. Если я хотела Пухтина арестовать, я официально заявляю, что я, в присутствии начальника УВД города Харькова, 20 минут до переговора с лицидателем. Я вас очень прошу, давайте мы закончим. Ну я как, хорошо, давайте закончим. Я вам сразу могу сказать, я вам сразу могу сказать, я знаю то, что вы говорите официально, а я знаю неофициальные вещи. Я знаю звонки людей, которые мне звонили, когда вы приезжали. Это не разный источник информации. Это не разный источник. Мы говорим сейчас о полициях. Когда я уже был за границей, мне позвонили и сказали, по почте собирают городскую милицию и говорили, задача номер один, розыск Марина. И знаете что, давайте вы тут нам, это, патриота Украины себе не строить, где-то Пухтина арестовали. Я все прекрасно знал. Мы закончили на это. Я все прекрасно знал. Я как юрист. Если вы хотите, я амбинационеров даже покажу, которых вы заставляли, когда позвонил ваш прокурор и сказал, команда из Киева, часть 4, 191 статьи. Поэтому все, проехали этот вопрос. Проехали. Поэтому пусть суд вынесет справедливое, законное, обоснованное и объективное решение. Вы посмотрите. Я вас заставлю извиниться лично. За то, что вы сейчас нагло врете. Нагло врете. Мы верим тебе. Мы решаем проблематик руководительства. Я сказал, мы пройдем. Все, давайте. Мы готовим аналитические документы. Вот передо мной есть проект. Постановление координации на РАД, где будут циклы рынка правоохоронных органов МИСТАХАКО. Все прокуроры 9 районов. Все 9 начальника, которые делают милиции. Начальник УВД и завеститель. Я, мои завестители. Мы сейчас пишем большой объемный анализ всех преступлений. Как по обидным преступлениям, так и по субъектам преступлений. Так и по территориям преступлений. И по тем преступлениям новым, которые родились в 2014 году. Это и сепаратизм, и массовые беспорядки. Раньше у нас не было таких преступлений. Мы планируем обсудить результаты работы и на креслах и шляхы рельефа. Поэтому мы, я не знаю точно с датой проведения этого мероприятия. Поэтому, пожалуйста, если вы, а у вас контактные телефоны все есть, давайте будем говорить, определимся. Я поставлю карандашиком отметки, кого проинформировать, где и когда будет проведен интернет. Это первый паз, вашу сторону. Мы открыты, мы всегда результаты этой работы публикуем в средствах массовой информации. Вот, и там будут, там будет обсуждено вот эти все... Можно вопрос, по ходу. В этом перечне подразумевается преступление товарища Кельница по заплате власть в городе Хай. Мы говорим о преступлении... Подразумевается ли? Смотрите как. Мы говорим о преступлениях, которые зарегистрированы и внесены в ЕРДР. Это такая электронная система учета преступлений. Зато следующий вопрос. Сейчас чисто понятие. А как вы думаете, он уже в первом у вас в городе? Как вы ваше мнение? Мое мнение, я юрист по образованию, который занимает должностное положение. Я говорю, что человек, совершивший преступление, это тот человек, которому хотя бы как минимум... Поверяется на каждой сессии... Хорошо, нет. Вы помните, все прекрасно активисты помните о том, как вандалы эти сорвали доску Шевелева. Буквально через полчаса после того, как было принято решение позорное о ее снятии. Что прокуратура города сделала по этому поводу? Наказаны ли те люди, которые взяли и сломали эту доску? Хотите, я вам задам вопрос. Чьи это функциональные полномочия привлекать к ответственности людей за хулиганские действия? На мой взгляд, милиции. Правильно? Вы же не задаете этот вопрос начальнику райдела, либо начальнику УВД? Ну, по крайней мере, да, вот я отвечаю на этот вопрос. Немножко раскладывается неправильное восприятие полномочий органов прокуратуры. На прокуратуру возлагаются все, что, вот будем так говорить, происходит. Но прокуратура, она же отслеживает эту деятельность милиции? Или нет? Вы же контролируете, проверяете органы милиции. А почему ты не пошел туда, не возбудил? Милиционер на работе у нас. Там было возбуждено дело или нет? Не сила в ЕСД в данный курс. А, то есть возбуждено, да, по доске возбуждено. Есть у нас уголовное дело, оно находится в райотделе милиции, это киевский. Хорошо, если уголовное дело, то есть милиция. Так, я, ну давайте, давайте, у нас вопрос, госсовет и действия милиции по отношению к граждан Украины. У нас 5-5 вопросов. Горсовет, хорошо, давайте мы, Наталья, ее фамилия Горгуль, она, ну, скажем так, еще пока начальник отдела. Представництво интересов державы и грамадян в судах, потому что, по чему говорю, пока, потому что у нее начался двухмесячный срок, потому что этот, видел, прокуратуре города ликвидирован 31 декабря. В 30 декабря, факс к нам пришел 31 декабря. Поэтому она поведомлена про сокращение, и у нее начался вот срок ее ликвидации. Скажи, пожалуйста, приказ Генерального прокурора Украины. Поэтому мы само ликвидироваться не можем, штат утверждает Генеральный прокурор Украины. Скажи, пожалуйста, вот всем нам здесь вместе, причем мы завтра в 11.00 проводим Межвидом Чунараду, правильно? А за тренироваться, да? В 5.00, значит. Проводим Межвидом Чунараду в 11.00. Как раз вот по вопросам о том, как органы прокуратуры, принимая во внимание вот этот вот документ, этот закон, который был принят в октябре 2014 года, должны представлять интересы государства и отдельной категории граждан. Мы проводим по этому поводу Межвидом Чунараду, собираем представителей контролирующих органов, тоже там круг приглашаем, налоговую и так далее, потому что у нас возникает серьезная сейчас проблематика по реализации. У нас есть конкретный пример, изложенный в этом обращении. Просим вас, прокурор города Харькова, вместе со своими коллегами отменить, ну тут написано все, неважно, либо одно решение сессии, 36-й сессии городского совета 24-го года. Проясни нам, пожалуйста, как сегодня, 14-й сессии, да, января мы можем это сделать. С учетом вот этого документа. Прежде всего, собрать качественные материалы. Понятно, понятно, собрать. Что должно быть поводом и основанием для того, чтобы я, или вот первый заместитель прокурора города, подписал административный иск административности? Прежде всего, мы должны обосновать нарушение интересов государства, либо отдельных граждан, в интересах которых мы, прокурор, будем министрировать искусственное производство. Кто является искусственным по данному делу, кому наложить право в уме, раз. Второе, обосновать нарушение интересов государства, или же основание представлять интересы отдельных граждан. Хорошо. Во втором абзаце этого заявления, просто мы уже вместе начинаем рассматривать граждан. Ну, правильно. Во втором абзаце этого заявления есть ссылка на 46-го закона про местного самого ряду баня. Да? Вот, обращаются к нам и говорят о том, что право кожного, будто присутним на их крем-выпадке в предбаченном законе, порядок доступа до заседаний, вызначенных в Раду и так далее. Второй абзац, первый это вступительное слово. Второй абзац говорит о том, что ряд граждан, ряд граждан, ну, предположим, что из числа подписавшихся, ряд граждан не смогли попасть на сессию городского совета. Вопрос, это будет ли поводом и основанием для суда, первое, а, принять наше исковое заявление по всем 36, или сколько там, не помню, 61, по-моему, был, 61 пункту сессии городского совета, да, что 1, 2, либо группа граждан не смогли попасть на сессию. В связи с этим мы говорим о том, что суд должен, у меня нет сейчас права внести протест, да, я могу только пойти с административным судом, суд, мы говорим, является ли это поводом и основанием? Ну, наверное, на последний вопрос, есть ли какая-либо норма, которая оказывает на сессии рассматривать вопрос по существу и тежурочным, так ли? Нет, 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 немножко не так, немножко не так, значит, там два пункта, вот, то есть, то, что нам запретили... Нет, 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 нет Они приняли внутренний документ, регламент Харьковского городского совета, он периодически там обновляется С седьмого года не обновился С какого? С этого или с того? С седьмого года С седьмого Регламент Мы изучали этот регламент, потому что там по этому регламенту там даже были проблематики про полномочия прокурора, который писал соответствующие запросы Этот регламент Мы реагировали На регламент реагировали На регламент реагировали на часть ответов, которые предоставлялись С некоторым пасадором Азербайджаном И там мы дошли до высшего административного суда А проиграли Понятно У нас есть информация Я скажу И второй момент Сейчас, обождите, мы уже получили ответ, вы пока вели между собой, будем так говорить, совещание Заместитель напомнил мне о том, что мы подавали иск на регламент Харьковского городского совета Мы проиграли все до высшего административного суда И мы можем в архивах у себя найти, это было 2-3 года тому назад, мы можем найти у себя в архивах и показать вам вот эти решения, наш иск и эти решения на регламент Харьковского городского совета Смотрите, тут в этом заявлении две части, которые мы просим вас обратить внимание Первая часть, это что касается доступа граждан до сессии городского совета Мы не просим на основании только этого, что мы не присутствовали, потому что мы не предусмотрены ни одним законодательством отменить решение городского совета Мы просим разобраться в регламенте, который соперничает с законом Украины Ну, несоответствие регламента, который не имеет высшую силу над законами, да? И законы Украины Мы просим отменить решение городского совета на основании того, что они не публикуют проекты решений Можно встречный вопрос? А вы просите отменить решение городского совета 24 декабря 36 сессии? А наябрьские? А октябрьские? А по вашему, я не говорю, что я с вами согласен С вашей точки зрения, по логике А почему мы не должны отменить все решения сессии городского совета? Можно я задал вопрос в части опять в прокуратуре? Почему прокуратура в свое время видит и обязана... Я не сказал, что мы видим нарушение закона, минуточку Я пока изучаю ваши доводы Я официально заявляю, что я пока еще не могу утверждать, что я в чем-то увидел нарушение закона Если вы мне подсказываете сегодня о том, что вот обратите внимание на этот пункт Вы мне даете официальное заявление, говорите, что вот, дайте мне официальный ответ Вы как прокурор видите основание для внесения иска, да? Я вам дам письменный ответ И тогда мы будем говорить, вижу я что-то или не вижу Смотрите, я вам отвечу в части вашего вопроса А мы не смотрели, были ли нарушения сессии Мы не фиксировали прошедших А это мы четко отфиксировали Мы увидели, что не было... Хотя, хотя... В любом случае не выйду за пределы вашего обращения Вы мне просите 36 сессию Мы будем рассматривать в рамках последней 36 сессии В данном случае, да Но я задал встречный вопрос Но в обязанностях прокуратуры до определенного момента Были видеть, видеть и наблюдать, что решения не публикуются заранее По всем остальным сессиям, о которых вы сказали Или вы видели, они были опубликованы, и все было нормально Или вы должного образом не регулировали Первая статья, это что они не публикуют проекты решений За 20 дней до заседания городского совета И второе, что они не публикуют сами решения Согласно закону Украины, если они не опубликовали проекты решений То значит громада и граждане, и вообще депутаты те же Они не имеют возможности вообще ознакомиться, что будет рассматриваться А это грубое нарушение законодательства Второе, они не публикуют сами решения А согласно закону Украины, решения, которые не опубликованы на сайте городского совета Они не вступают в силу Ты какие сейчас решения говоришь? По этой сессии? По этой сессии Она не закрыта Не, не важно, а полюбия Сейчас, подержу, сейчас важно Эта сессия не закрыта Сними этот вопрос А раз она не закрыта, никакой публикации еще не будет Чисто юридически я правильно говорю? Нет Смотри, нет Проголосуют там 21 числа И тогда мы будем реагировать Тогда прокуратура Ну мы можем реагировать по другому поводу Что проект решения не был опубликован И они, насколько я понимаю, никогда не опубликовались на этом сайте Никогда это Я пытался задать вопрос Нет, мы сейчас зайдем на сайте и посмотрим Это легко Если их нет на сайте, значит Значит, они не опубликованы Я заходил Я вчера заходил Если программисты не почистили И так далее Все можно откатать И четко посмотреть Предположение Никогда Заранее А сайт это как бы вещдок Да, условно Никогда заранее Нет, нет, нет Это предположение, конечно Ну все, это в ответе Почему То мы не трогаем А мы сейчас говорим О том На этой сессии Что произошло 36 сессия Они некоторые вопросы внесли на самой уже сессии На рассмотрение Это тоже, кстати, можно фактически Это последний пункт Это последний пункт Это и есть нарушение Полное нарушение Нарушение процедуры Рассмотрение Депутат не видел ничего Людя даже в зал не пустили Сейчас, сейчас И смотрите Вот Товарищ Кернес Очень грамотная позиция Почему? Потому что Он Ведет сессию Контролирует сессию Не отвечает за те вопросы Которые голосуют депутаты Это не он принимает решения Он только исполняет их волю Но Перед тем, как депутаты Исполняют свою волю Он обязан выполнить лично Свои должностные Функциональные обязанности Правильно провести сессию Поэтому в части Неправильного проведения сессии Это личная ответственность Товарища Кернеса Ни депутатов, обратите внимание Ни каких-то там Департаментов Правильности 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 Неправильности Законами Украины Он нарушил закон Закон Украины Мэр в данном случае Лично нарушил закон Лично У меня есть такое мнение Просмотреть там Доказать Да, да или нет Но я вам аргументированно Сказал на основании чего Сейчас я вот сайт закачаю Ну там ничего В данном документе вообще А у меня есть Я могу сейчас Ну вот да Зайдите вас быстрее Там ничего нет Нет, нет Никогда не было То, что по окончании сессии Материалы сессии Публикуются на сайте Однозначно Потому что мы сами же Их оттуда закачаем Правильно? Потому что вот сам процесс Длительности переписки Он нам необходим Вернее мы уходим от него Мы скачаем И распечатываем Решение сессии Гурсовета Еще момент такой Вот по поводу Они публикуются Юра, подождите А в каком виде Они публикуются там? Они просто Пункт такой-то Мы приняли решение Ответственный такой-то Или там расписаны Все вот эти Папки Где вы можете посмотреть Папок там нет Там только результативная часть А как не узнать Кому какой кусок земли Достался На писательной части нет Вот эти додатков Ну естественно Кроме того Нет и материалов Там же пояснительные записки Вас это не смущает? И момент Вот В этом Как бы Вот эти 21 или 27 пунктов Новые То есть Как бы По ним Вот как Как вы видите Вы можете У вас могут возникнуть вопросы Почему они без комиссии Принялись Ну за 12 часов Они появились Это вот вечером Появились Вот как Ваше мнение Как юриста Вы можете Сказать Или вам надо Изучить Нужно Нужно Чтобы дать ответ На данный вопрос Я как Уважающий себя Юрист Я однозначно И в эту же минуту Его дать не могу Понимаю Правильно Я должен выслушать Вашу сторону Я должен выслушать Ваши документы Я должен их записать И вот пригласил Своих коллег Чтобы это не было В виде испорченного телефона Мы должны Во-первых А Мы можем взять Видеоматериал Еще раз вернуться К нему Самой сессии И посмотреть Потому что этот вопрос Дискуссионный Он поднимался Там Он был предметом Обсуждения Почему вот так Я помню Что некоторые Да В частности Некоторые В частности Председательствующий На сессии Горсовета Назовем его так Он давал Или давал Слово Комментариям Которые комментировали Свою позицию Они говорили Что эти вопросы Были рассмотрены Цитирую На совместных Каких-то там Комиссиях На совместных Заседания Совместной комиссии Заседания Совместной комиссии Это то что делалось Делается То есть они Они в эфире 24 декабря Дали свою позицию Да Теперь когда мы будем Рассматривать вот этот документ Мы будем брать от них Письменную их позицию Потому что одно дело На словах что-то сказать На другое дело Дать письменную Свою позицию Это вот одна сторона Их будем так говорить Доводы Вторая сторона Нормы закона Третья сторона И тогда мы Опять же Либо там Индивидуально Сами примем решение Вас проинформируем Либо вместе будем Сидеть с карандашом Изучать каждый пункт Того либо иного Пояснения И нормы действующего Закона Скажите пожалуйста Время Ну это как будет происходить Вот как вы считаете Вот вы знаете Вы знаете Сроки Через сколько Вы нам дадите Я так понял В части Пока вы будете собирать материалы Полномочия закончится Это раз У нее полномочия Фактически уже закончились Но она Вот это не двухмесячный срок Нет Сколько Нет Ну сколько Подожди Ты давай Нам надо поменьше То есть мы пока сейчас В любом случае Вот мы говорим сейчас Нам не нужно в детали Влазить по Двадцати там Или семи Или сколько там Решений сессии Мы не говорим сейчас При принятии решения Пять Восемь и двенадцать Нарушены нормы Земельного Годного Либо другого законодательства Мы говорим О процессе Нарушен ли был процесс Принятия этих решений Либо не нарушен Правильно По процессу У нас есть только Два нормативных документа Это законодательный Подзаконник Законодательный Это сессия Городского совета Закона Местного самоуправления У нас Второе Это у нас есть Европейская хартия О местном самоуправлении Мы иногда на нее Сынаемся И третье И третье Это регламент Харьковского Городского совета Ну это Подзаконник Нормативный Актера И еще один момент Это сама процедура Потому что Те совместные Эти комиссии Которые заседают Они Я честно говоря Ведут Они протокол Протокол Выполнение нормативов Подготовки вопроса Это не может быть Обоснованием Что она была Совместная комиссия Она рассмотрела Они легитимны В части того Что на нее Никогда не могут Процедурно Попасть Жители города Которые имеют право Прийти на комиссию Послушать Мы специально Пошли на некоторые Комиссии Послушать Посмотрели Какой там Бартак Конечно Это уже отдельный вопрос Но на совместную Свою процедуру Мы не обсуждаем На самой сессии Подробно Не вдаемся На совместной комиссии Мы пришли на совместную комиссию Там та же самая То есть Откуда появляются решения И как можно на них Повлиять Либо вообще Что там происходит Почитать Даже почитать Мы не имеем возможности Вот В этом заявлении Которое мы подали Возможно Мы учимся Чтобы вы понимали Совсем корректно У Описаны Некоторые ваши Пожелания Смотрите Статья 6 Пункт 6 Количество приглашенных лиц Для участия В пленарном заседании Ограничивается Только количество мест В зале парного заседания Процедуры Определения Количества мест И сколько Осталось Нету Но Сидятия Стоятия Это не так важно Важно Что согласно Закону О местном самоуправлении Если сессия Не вмещает То количество Желающих Людей Независимо от того Подали они Заявку Либо не подали Вместить В зал сессии Городского совета Сессия Принимает решение Внести в другой зал Никто этого не мешает Сделать То есть Вот эта норма Она суперрочится Кону Украины О местном самоуправлении Следующая норма Статья 7 Пункт 2 Это сам регламент Мы сейчас по регламенту Идем 7 Пункт 2 Заявки для оформления Разрешений На присутствие лиц Ну Там Перечень идет Подается за 48 часов Нигде Ни в одном регламенте Украины Уже Насколько я знаю Уже все регламенты Мы не можем сравнивать Качество регламента Харьковского горсовета От качества регламента Кибиска Нету Поэтому Здесь только Нужно давать оценку В рамках законодательства Местного самоуправления Тогда еще был закон о статусе депутата Местного самоуправления А сейчас согласно закона Про доступ до публичной информации Есть закон про доступ до публичной информации То есть мы имеем право свободно туда приходить И без всяких заявлений, заявок И ограничения мест в самом зале То есть вот тут грубо нарушено Если мы Сейчас понятно еще сколько Полгода осталось до выборов Понятно что эти депутаты пока такие какие есть Мы с ними работаем Но мы хотим обычные граждане Их довольно таки много Поверьте мне Попадать на сессию Разбираться что там происходит И мы лучше и больше повлиять на ситуацию Чем та же прокуратура Просто тем что мы Огласки Допустим Создадим огласку к какому-то вопросу У нас там миллионы выделяются денег на Зеленстрой А на оборону Харькова вообще ничего не выделяется И наши батальоны Мы просто этого не знаем Ну да Мы вообще в априори этого не знаем Батальоны наши голые боссы Сто у вас будет завершить еще вопрос Остал и вам бы пришел Стою заявление написал бы И другие органы Милицию А почему они так принимают решение А почему кто-то в земле Там кому-то достался здание А я не могу даже узнать Милиционера которого произвел За 20 дней Вот это вот основное Это вот основное Что нужно Как бы На чем основа Работы 0626 Какие дальнейшие действия могут быть Подача в суд Я не знаю То есть у нас две части Которые нас интересуют Первое Это привести Поднять возможно Ваш позов Который был Что касательно регламента Какие нормы там были затронуты И второе Это на основании того Что они обязаны были Там два момента На сессию вынеслось Сначала одно количество вопросов Потом добавилось за сутки Еще одно количество вопросов То есть если Ну вообще отменить В принципе Все решения Возможно Либо нет Но 100% Можно отменить Вот эти вопросы Которые не подавались Ну как бы За 20 дней Они должны опубликовать Не только пункты Но и Пояснись Не публиковались Там была опубликована Только перечень Пункт Ответственный Дальноват Но даже если уйти от этого Вот эти 21 вопрос По-моему Они не публиковались За 20 дней Даже вот в таком Ихнем Принятом Ну как Они так приняли для себя Что они должны публиковать Только название И все То есть Вот хотя бы Вот эти 21 вопрос Их можно отменить 100% Там часть вопросов Там ограждение грамотой То есть это такое-то А вот именно Видео Я тоже хочу Можем почитать Грамотой Нужно ему грамотой Еще у меня Вот В тему Но может Как бы Дополнение К тому Что вы записали Вот Скажите Вот Такой вопрос Ваши Ну как Совет Потому что Опять мы учимся Мы многого не знаем Вот Может ли Ну вот скажем так Вот городская прокуратура По содействию Так Если мы 21 Опять Также Придем Скажем попасть На заседание Рады Может Есть ли у вас Какие-то Законные Основания Рычаги Влияние На то Чтобы мы Все-таки Прошли Нормально Мирно Спокойно На заседание Вот Тоже Такой вопрос Если Не готова Быть Принятым Вот этот законодательный документ Он нас вывел За контроль За деятельностью Органов Внутренних дел Вывел За контроль Они говорят Что контроль За их деятельностью Остается Только лишь Ведомстве Милиционер У него есть командир У командира Есть руководитель Подразделения На сегодняшний день Я как прокурор Даже не имею Возможности Вынести Постановление О привлечении Работника Милиции К дисциплинарной Ответственности Законодатель Нам говорит Следующее Любое правонарушение Которое Совершилось На территории Города Харькова Беремок Оно должно Быть Надлежащим образом Оформлено И внесено В ЕРДР У каждого Из нас Есть доступ Флешка Доступ До единой Базы Державную И вот Когда А 98-99% На сегодняшний день Уголовное дело Расследуют органы У нас брали Всех следователей И мы СБУ Расследуют Государственные Поэтому На сегодняшний день 98% Дело расследуют Они Наше влияние Это только Лишь тогда Начальник следствия Назначил Следователя По любому Правонарушению Ну мы будем Так говорить Правонарушение Либо преступление Назначил Следователя Тогда прокурор Назначает Одного Своих Сотрудников Который Является Контролером Скажем так Этого Расследования А по закону Называется Процессуальный Коревник И с этого Момента Следователь И процессуальный Прокурор По конкретному Уголовному Делу Они становятся Как два брата Акробата И они вдвоем Расследуют Эти уголовные Дела Процессуальный Коревник Дает ему Указания Составляет план Расследования Дает ему Поручение Что делать Но в то же Время Согласно ОПК Следователь И является Процессуально Независимым Лицом И в случае Несогласия С этим Решением Он Утого То есть Мы идем Европейским Будем Так говорить Путем Венецианская Комиссия Обсуждала Давала Свои Согласования Принцип Такой Что Ни генеральный Прокурор Ни прокурор Области Ни прокурор Города Не должны Влиять На ход Расследования Того Либо Уголовного Дела Я в этом Уголовном Процессуальном Кодексе Пару раз Там указываюсь Как Кривных Прокуратур Кривных Это Который Определит Своего Сорудника Который Будет Заниматься И Кривных Прокуратуры Что там Больше Ответ Наверное И все И больше Он ничего Не делает То есть Менеджер Менеджер Сидит В современном Мире Который Руководит Теми Людьми Которые Самостоятельно В рамках От своего Правосознания Фаховости Державную Богу Короче Принципиальность Должны Принимать Решение Нету Остричек Получается Что вы Мах Отстроили Я хочу Вам Закончить Считательным Преступлением За 20 дней Не поддается Закону О Самолюдовании Это есть Преступление Нарушение Моя Задатель Мой ответ Следующий На мой взгляд Сегодня Не на мой взгляд По моему Будем так говорить Фаховости 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 Сегодня На территории Украины Действует Одномоментно 30 законов 30 300 Я прошу Прочитания 300 В различных Областях Правоотношений Как у нас Учили Герническая Выбор Зарей Нарушение Закона Не является Преступлением Это моя позиция Как прокурора Юриста Как доктора Юридических Наук Почему Простой пример Есть закон О нарушении Курения В общественном ВИЗе Если мы Сейчас С вами Достанем Здесь По сигаретке И покурим Обычные Сигареты Без Без подмог И покурим Законом Запрещено Да Но является Преступлением Потому что По виду Нарушений Есть видная Ответственность У нас Ответственность Есть Юридическая Административная Гражданская Правовая Иск Судпадали Возмещение Ущерба Вот И самая Большая У нас Ответственность Это уголок Так вот Если мы говорим О том Что что-то Принимается Пусть даже Решения Принялись В нарушении Закона О местном Самоуправлении Может быть Мы пока Будем изучать С Натальей Этот вопрос Может быть Я говорю Так Это является Нарушением Закона Но это Не является Преступлением Кроме того У нас еще Закон Предусматривает Индивидуальную Ответственность А не коллективную Да И вы сами Об этом Говорили В нашем Диалоге О том Что иногда Наши депутаты И другие Иные лица Назовел их Тогда Они Прячутся За коллективную Ответственность Потому что Уголовная Ответственность Предусматривает Индивидуальную Ответственность Мы уже говорили О том Что Есть у нас Не только Коллективные Депутаты А есть Конкретные Есть Ильтарьского Совета Есть Мэр Которые Ильтарь Должны с ним Иглавные Конечно Они являются Должны Они преступники Вот в этом вопросе Мы услышим Уже какой-то Я скажу Что нет Без приговора Суда Вступившего В законную силу Я не могу Назвать Подозреваемого Без соответствующего Процессуального Документа Подписанного Смедователем Я высказываю Свою Свою Позицию Юридическим Азаком Правильно То есть Иными словами Вы максимально Защищаете Позиции Я Вазильза Я не могу Я еще Конструктивно Не услышал Ни одного Слова Чем Вы нам Можете Помочь Как Вы можете Остановить Труханалию Мы будем Изучать Вот там Вам Изучать Понятное Дело Что Никто Не обращал Внимание На Мы Просто Констатировать Факты Первое Мы Есть Люди Которые Против Того Чтобы Продолжалось Нарушение Законодательства Мы просим Вас Посодействовать И вообще Сейчас Хотели бы Услышать Ответ Сможет Ли Прокуратура Выступить На суде Либо Подать Заявление Иск В суд О том Чтобы Привести Первое В норму Регламент С нормой Закона И второе Это Остановить Решение Городского Совета Те Которые Они Приняли На 36 Сессии Два Вопрос Даня Третий Вопрос Привыч К ответственности Кто Дорушал Регламент И так далее И что мы должны В части В этой Третьем Вопрос Сделать Дополнительно Я еще раз Какую Ответственность У нас Четыре Ряда Ответственности Вроде Не Подник Ответ 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 Я Я Юрист Извини Меня Какие-то Мы Пришли Лекцию Служители Какие-то Приложения Ребята Мы Может По-другому Сторон Первых Двух Вопросов Вы будете Выполнять Собственные Процессуальные Действия В рамках Этих Действий У вас Есть Полномочия Если Вы Видите Нарушение Конкретного Должностного Лица Нарушения Возбуждать И так далее Мы говорим Об уголовном деле Правильно Вы тоже Назовите Когда Вы задаете Мне Свой Вопрос Вы Вы Квалифицировали Уголовное Юридическое Гражданское Мы Пришли К вам Опять же За Помощью За Этот Самый Затус Понять Мы Юрист От Более Тяжкого К Менее Тяжкого Более Тяжкое Не Сможем Расследовать Данное Уголовное Дело Потому Что Его Должны Расследовать Орган На Ступень Выше Чем Нахожусь Я Потому Что У меня Нет Следователя На Сегодня Вносить Вы Тоже Не Менете Права Вносить ЕРДР Я имею Право Но Есть Соответствующие Нормативные Документы От наших Старших Коллег С прокуратуры Харьковской Области Которые Нам Говорят Что Ребята Мы Понимаем Что Вы Все Теоретически Подготовленные Люди Но Прежде Чем Внести В ЕРДР Даже Даже Заявление О рядовом Сотруднике Милиции Который Ударил В лицо Гражданина Я Не могу Расследовать Должна Расследовать Прокуратура Области Потому Что У них Два Следственных Они Нам Говорят Прежде Чем Вот У вас Есть Такие Материалы Вы Их Передайте Нам Для Того Чтобы Мы Приняли Решение Следователь Принял Решение Есть Основания Для Внесения Либо Нет Потому Что Если Следователь Отказывает Следователь Прокурор Отказывает Внесение В ЕРДР Он Дает Мотивированный Ответ И пишет Что Мое Решение Вы В праве Обжаловать Следственному Судье Примет Решение Либо Обяжет Органы Прокуратуры Внести В ЕРДР Либо Обяжет Либо Согласится С позицией Органов Прокуратуры Что Здесь Нет Оснований Для Внесения В ЕРДР Но Чтобы Вы Понимали Внесение В ЕРДР Это Не Такая Будем Так Для Нас Проблематика Для Нас Проблематика Что Мы Боимся Дотронуться До Мы Сейчас Как раз Пишем Анализ В 2014 Году В ЕРДР Было Внесено 40 тысяч По городу Харьков 40 тысяч Плюс Минус Информацией Которые На взгляд Прокурора Либо Следователя Милиции Имели Ознак Излучин Из них Порядка 55 Процентов Были Прекращены Как Непотвердившие Поэтому Мы Выходим Уже На уровень Преступности 20 Из них В суд Ушло 12 Понятно Поэтому Закон Уголовно-процессуальный Кодекс Он хорош Потому что Новый Но Мы просили Когда его Принимали Мы просили Определите Границы Когда Следователь Прокурор Обязан Вносить Либо Когда Потому что Бывают Моменты Когда Чисто Глупость Проскакивает Сегодня Светит Солнце И плюс 5 Я тоже Пошла Немножко Лекция Уважаем Я понимаю Все-таки Пропозиции Какие вы можете Сделать Для того Чтобы Погасить Эти ситуации Хорошо Пропозиция Чтобы не получается Я закончу Чтобы не получается Так что Через несколько дней Или через неделю Это все загорится И вас Воспрощит Уководство Сверху Люди Люди Снизу А что Вы сделали То Это Иное Ситу Хорошо У нас Есть официальная Завель Я добавлю Чтобы Компактнее В этой части Перед тем Как с ребятами И шли Я попытался Сказать Ребята Подтверждают Я думаю Что вы тоже Подтверждите Мы могли К вам Не идти На самом деле Мы в состоянии Сами податись На отмену И вы это Должны знать Конечно Законодательство Но Но Мы начали С вас Не с вас Как личности А прокурор города Пожалуйста И хотим увидеть Да Каким образом Какова будет реакция Прокуратура города В данном случае Насколько Не голословное Обвинение Насколько она будет Адекватная Насколько она будет В полном объеме Почему задавал В части Керниса Геннадия Адольфовича Вопрос Потому что Можешь написать Отменить Там не отменить Это можно Это нельзя А В части Должного лица Никаких действий Не определений Не анализа Не было сделано И вообще Даже ответа не было Я как бы Предосвечаю Ваш ответ Формальный На вот этот Запуск После того Но только После того Как мы увидим Как реагирует Городская прокуратура У нас появляются Следующие шаги Только после этого Почему мы так делаем Потому что Каждый на своем месте Должен выполнять Свою работу Если мы сейчас пойдем Минуя прокуратуру И так далее Извините За прокуратуру Выполнять ее работу Это неправильно Изначально Но если мы потом Пойдем за прокуратуру Выполнять ее работу Это другая история И нам всем Я думаю Вам тоже Не хотелось бы Чтобы эти истории Вообще-то Возникали в этом городе Это не в части Там Страшно-не страшно А в части В конце концов В этом городе Когда-нибудь Начнется Восстанавливаться Порядок Или нет Это первое И второе С кем И кто Этот порядок Будет восстанавливать Но однозначно Не Гермис Геннадий Анатольфович Однозначно Если он так думает Он глубоко ошибается Услышать хотим Что вы будете делать Что мы будем делать А вы только Юридически Пытайтесь Уклониться Что это не мои Это мне И конкретно Я ничего не услышал Я просто честно Извините Я тоже Два слова буквально Я из всего Всей этой беседы Я вам могу подвести Городская прокуратура Городская прокуратура Сегодня Это вообще Лишний орган Которого Вообще сегодня Не должно существовать Но он пока есть И он должен что-то Пока есть Пока он есть И мы посмотрим На его реакцию И как он работает Рассказывает нам Что вы доктор наук И все знаете Спасибо Хорошо Но я вам могу сказать сразу Я прекрасно знаю Какие будут ваши ответы И все остальное Но если вы Если вы как городской прокурор Если вы как городской прокурор Я вам скажу Почему мы написали обязательно В том числе Копию Харьковскому областному прокурору Чтобы мы от областной прокуратуры Просим Или требуем Чтобы она это тоже взяла на контроль И вот мы посмотрим Какая прокуратура будет работать И каким образом Она будет это все расслабить Областной прокуратурой Мы по-моему уже беседовали Да Мы же подали То есть мы не так легко побеседовали Мы могли и по-другому То есть люди пошли на встречу Объяснили ситуацию Вышли там Поговорили и так далее То есть Кто был неправ Кто был неправ Мы поняли О чем идет речь Там адекватно Данилович Я помню Да Он адекватно Нормально С нами общался То есть За то время Что мы с вами сидим Он абсолютно нормально Рассказывал Какая ситуация Какие дела Касается Не касается И так далее Мы с вами сидимся Уже два часа И мы бьем воду Действия от вас Ну Вы Летство юридическое Я прослушал Спасибо Какие вы Хотите действия Мы хоть сейчас Скажете По поводу ЕПО и 24 Это не Будете ли Ситуация будет Вот Если вот она будет Со стороны Властей Я не знаю Есть у вас Какие-то законы Там Возможность Функции Ну Вы же Общаетесь То есть Как бы Там Ну Все силовые органы Ребята Решайте Что-то Решайте Люди Щеки у нас Закончились Вот мы К вам пришли Чтобы нам Не рассказывали Вот статья вышла Там Три пункта Кому это выгодно Там ФСБ Гепи Это Не было даже Пункта Что это просто Люди даже не понимают Что это люди просто Высшие То есть Они хотели узнать Кто нам заплатил За это То есть Не было даже Пункта Что Варианта Того Что люди Просто Пришли Без денег То есть Просто Люди Вот этого Даже не было То есть Мы Мы специально Приходим То есть Вот мы Мы не просто Взяли палки Там пошли Там ящики Пошли Мы Хаким Когда мы Только были Надежды Сейчас Уже Видны Действия Каждой Структуры Каждого Человека Как Ваших Так Наших Мы Понимаем Кто Какой Что То есть Именно Поэтому Мы Пришли Сюда Мы Все равно Знаете Может Быть Как Это Самый То есть Некоторые Случа Даже Личность Мы Приходим И понимаем Что Зря Но Все равно Мы Должны Мы Опять Должны Щеку Подставить Чтобы Нас Чтобы У нас Были Основания Идти Так же Как Майдан Начинался Никто Никого Не Бил Никто Никого Не Стрелял Но Идет К Этому Когда Люди Не Хотят Понять Думают А Ладно Как То Прокатит Они Успокоятся Спар Выпустим Что То Вот Такого Не Будет Честно Мы Это Не Угроза Ничего Мы Просто Объясняем По Факту Люди Не Остановятся Люди Которые Шли С Дубинками На Калаши Люди Которые Там Сейчас Воюют Которые Под Обстрелами Люди Не Остановятся Вот Это Чисто Так Это Без Бумаги Без Протокола Мы Бываем На Передовую Мы Бываем Регулярно Я Бываю Регулярно С весны Взяли Пески В Июле В Июле В В Днепрому С Остальными Я Постоянно Послушали Что Они Там Много Харкерчан А Если В 92 Туда Поехать Там Их Еще Больше И Постоянно Спрашивают Когда В Идти Назад Они Меня Спрашивают А Что Там Изменилось Харкере Ну Подождите Мы Вернемся Понимаете Ну Не Надо Это Уборили Берут Взятки Прокуратуры Берут Я думаю Что Это Никого Не Секрет Я Не буду вас Обвинять Это Бесполезно Все Знают Берут Второе Дело Начальники Бабули Собирают На постах Волонтеров Со всех Предпринимателей Свозят Что-то Поменялось Ну Ребята Пытаюсь Объяснить Там Наша Демократия Мы Двигаемся Вы Вернемся Мы Сегодня Сдерживаем Они Сдерживаем А кто Засунул Думаете Я засунул В бак Этого Старопогача Я с ним 40 минут Беседовал Он же Вот такой Распальцованный У нас Вышел Он же Такой модный Я с ним Беседовал 40 минут На час Еще На улице Беседовал Ко мне На вы Шепотом Подходите А потом Пришли Ребята Я не буду Говорить Батальонов Рот И так далее Вынесли И слава богу Потому что не убили И не в настроении Потому что не ждали Сверху Они приехали Сразу Да я с ним Только разговаривал Просто и пошел Он туда В тот бак Это ему повезло Крупно Вопрос не в том Что там Насколько Кто там Вы Потрет Вообще Органы То есть Просто Это Скажем так Такое Обращение К Трезвому Рассудку Трезвому Рассудку Что вот это Вот это Оно только Этим Парни Выпустишь Этим Только Он Уже Живи И тем больше На нас дали Деньги 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 А все остальное Ну как бы Наверное Все-таки Дороже стоит Для каждого Человека Для меня Деньги Уже Десятый Вопрос Для меня Это уже давно Да Понимаете Может для кого-то Там для ЕПы Или для кто-то Вокруг с него Для них Это важнее Жизнь Вот это Мы хотим Чтобы вы поняли Это чисто Человеческий Разговор Это Ну как Не угрозы Не предупреждения Это просто То что Накипело И мы всем Будем Это больше всего Что бесит Если так Если человек Начинает что-то Рассказывать И мы понимаем То есть Ну грамотно Ну реально Ну не быдло Мы все понимаем Если люди Начинают нам Включать дурака Какими-то Этими Семьми То есть Просто Вот оттягивать То есть Это лента Которую мы прослушали Да Да Вот опять же Вот как этого матроса Кто старший Так где-то там Кто дал команду Не знаю Ну вот это нормально Вот это просто Пример Я никого сейчас Не хочу Обвинять Вот лично Это Вот тут Юристы Вы сразу Мне там начнете Расскажем Ребята Вот сам факт Вот это Чем быстрее поймут И тем быстрее поймут Они что Как не защищать Своих подчиненных И защитят Если начнется Не дай бог Они тоже Они в кусты Или куда-то другого Вас может защитить Только громад Все Извините Может быть Чуть-чуть Давайте Услышим ответ Потому что Мы затянули И рабочий день Если вы думаете Что-нибудь Может быть Однозначно Матвет Мы вас услышали Коллегиально Будем так говорить И Будем рассматривать Ваши заявления Изначально Сроки Ну как Практически Сейчас Сроки Это намного Можно просьбу Чтобы вы Это рассмотрели Максимально Короткий стол Я даже могу сказать Когда нам неинтересно Это будет Нам после 21 Это будет Интересно Это тоже вопрос Это уже будут Другие Будут другие Вопросы Нам интересует Другие заявления У вас На столе Куча Будем Дай Вот Чтобы только Это заявление Другие заявления Другие заявления Другие заявления Вы сообщают По нормам Мы даем По процессу Ну сегодня Завтра Пятница Пятница Первая Пятница Не первая Нет У нас в 11 Совещание Мы к нему Очень серьезно Готовимся И нам надо Поставить задачи Руководителем Контролирующих Пятница Может быть Наоборот Вторая Кому звонить Для того Чтобы Может Я подчеркнул Если нет Димы Там первой Еще окружите Я хочу Бородан Я просто Ты Дима далеко Бываешь А я здесь Подробно Бываю Либо туда Либо сюда На самом деле Если И Дэти не работает Любой Горизонтальное Горизонтальное Объявляет Постоянно Что Рассказывают Смоделируем Не важно У нас ответ Будет Однозначный Либо так Либо так И можно Сказать О том Что Мы Не защитили Интересы Громад Хотя У нас Будет Мотивированная Либо Наоборот Мы Приняли решение Его Все равно Можем Интерпретировать По-другому Путь Вы видите Сейчас Путь У нас Один У нас Сейчас Стоит Задача Есть У нас Аргументация Для Подготовки Исков Суд Суд Конечно Скажите Вы Какого района Административный суд Какого административный Нет Какой киевский У нас есть Харьковский Окружной Административный Суд Это тот Который модный Там у нас Их два Отделения Одно У больницы Отгрызли Здание Постоли суд У нас есть Административный И все Иски прокурора На решение Органоместного Самоуправления Подаются Административный Шишкин Язык Регламент Какие мы еще Иски подавали Юго-Восток Какие еще А что там Шишкин Все таки он Так почетным Остался Мы подвергнули Что Газ Ацию Нам отказали Скажите пожалуйста Рассмотрение В суде Как это Может Русство Происходит Рассмотрение Понимаете И какой суд Вы знаете Всех этих судей Скажем так Во-первых В суде Я сказал Какой административный В административном Суде Человек 40 Наверное Судей Распределяет Компьютер Влияние Человеческого Фактора Ограничено Распределяет Компьютер По вашим Просто По нашим Прикидкам В среднем Если судья А не болеет Если судья А не болеет Я к суде Не-не-не Мы понимаем Просто Ваше мнение Если судья Сегодня не принял Завтра ушел В отпуск Да То в среднем Административный Берем пример Шишкина Сколько По первой инстанции В суде Рассматривался Испо Шишкину Мы помним Когда Сессия была В июле 6 августа Сессия была 6 августа Когда суд первой инстанции Принял решение 28 августа 28 августа Когда апелляция Приняла решение В декабре Апелляция Приняла решение 24 декабря Мы подготовили Кассацию Когда Кассация Примет решение Может быть в июне В мае В апреле И так далее Но мы считаем Что это очень Быстрое рассмотрение Это исключительно Быстрое рассмотрение Административного Позора Отталкиваются От разумных сроков Но в общем Порядок месяцев С момента Если Производство Суд принял Фактически Сессия Закрывалась Не закрывалась Она считается Это останавливаться И есть Или нет Я объясню Берем Берем Того же пример Того же Шишкина Мы в суде Одним из пунктов Васили И в пункт 1 Отмени Решение Сессии Городского Совета По Шишкину Пункт 2 Зупыны Выконание Вы же помните Тогда решение Приняли И на день Города Должны были Вручать Вот эту Грамоту Или диплом Или как И мы Попросили Суд Зупыны Выконание Решение Сессии Городского Совета Суд пошел Нам на встречу Он мог И отказать Суд пошел На встречу И написал В этой части Решение Сессии Городского Совета До вынесения Окончательного Решения Факт Ну естественно И уже Уприлюдны На это решение Путем Там у них В регламенте Не в положении Право-честного Громодины На Украину Написано Что вручается Он на день Города Там на Урадшистых Сборах Там и так далее И тот Административный Иск Который бы Рассматривался Потом в суде Он бы не имел Не был бы Юридически Испор Очень много Юридических Нюансов В каждом Аспекте Деятельности В том числе И по этому вопросу Не так все Будем так говорить Положа руку на сердце Легко и просто Мы возьмем историю С русским языком Сессия горсовета Принимала Мы подаем иски Потом Меняется Ситуация Мы эти иски Года два Мы занимались Вот этими вопросами Связанными С региональными Мы добрались До пятницы Как вы понимаете Дальше Успеваем мы До 21 числа Не успеваем Решение суда То есть За судьей Понимаем Вы не можете отвечать Но вы в этой системе Работаете Очень много лет Вы понимаете О чем идет Речь Я так думал Что На мой взгляд Если мы Придем к выводу Что мы готовим Административный Иск То По моему мнению Он будет содержать В себе 6-7 страниц Текста Печатного Не будет Так Как пока Делает практика Нет смысла А расписывать Нам нет смысла У нас есть Предположим Мы говорим О конкретных Нарушениях Норм закона Что имеет место Это именить норму Закона И применить 6 страниц 6 страниц Текста Мы его наперем Сколько нам времени Для этого нужно будет По крайней мере Какие-то уже Наработки будут Ну это я говорю Моделируем Положительную ситуацию Потому что У нас может Все понятно И отрицательная Ситуация Написать его Я думаю Что за пятницу Субботу Теоретически В понедельник Его можно будет Подать Дальше Мы будем Принимать Максимальные Свои полномочия С учетом Административного Законодательства Для реализации Тех полномочий И для реализации Тех позиций Которые будут Мы будем планировать Мы планируем Сегодня у нас Среда Четверг По крайней мере Мы можем Посмотрим По времени В любом случае Мы вот у нас есть Первый Второй Равный Старший среди равных Старший среди равных Равный среди равных Как вселенский Метрополит Существует Общественный совет При прокуратуре города Второй момент Есть такая организация Зубр Которая издаёт Газету Славянка Можно ли её тоже Внести в перечень Организации На проверку На предмет Сепаратизма Если это газета Она где-то Зарегистрирована Она Её Её Ну она где-то Зарегистрирована Но её Издатель Ну как бы Засновник Это организация Зубр Это Харьбас Организация Её тоже можно Через юстицию Но мы дадим запрос Если это в пределах Нашей компетенции На территории города Харькова То не вопрос Вообще У вас уже есть наработан Вы сказали Что если Сотрудник милиции Нам отказывает В пропуске В допуске В здание Горсовета То возбуждать дело По данному сотруднику Должен райотдел Женского Нет Неправильно А кто? Любое Уголовное дело В отношении Работника Правоохранительного Органа Либо Первая Вторая Третья Категория Государственных Служащих На сегодняшний день Следственный отдел Прокуратуры Харьков У меня нет Следователя В штате И у меня есть два Ввода города Я имею ввиду Два уголовных дела В причине Интересных повреждений По заявлению Скоробогача Да? У нас Он не подавал Там милиция Ну у нас два Какие у нас два дела Ввода города По 24-й Там где мы Петр пишут Петр Покачев Когда-то здесь было На втором этаже Три следователя Сейчас По штату И в районной прокуратуре Нет То есть милиция там Открыла по хулиганству Потому что Милиция открыла по хулиганству Сначала оно было В Дзержинском райделе Дзержинский райдел Не справился С поставленной задачей Передали нам В УВД города А то есть В УВД города А вы соответственно Нагляд осуществляете Да? У нас есть процессуальный прокурор Который вместе со следователем Ну нагляд осуществляет Поэтому Да Не совсем Да, но да Понятно Работает Работает Учислили совет Мы же делаем Возвольный кадр Нет У нас даже Не только в этой Не в старом законе Не в новом законе Такого нет А вы сами Не имеете права Или нет желания Или не видите Смысл Минуточку Я готов С каждым из вас Как руководителем Представителем Общественной организации Поддерживать Соответственно До свидания До свидания 0,96 Не перезвоню Дайте секунду Я запишу